Эти стены хранят историю. Особая атмосфера Бобруйского краеведческого музея открывает двери в прошлое. С экспозиции знакомятся российские учёные с мировым именем. Сергея Каинова интересует средневековое вооружение. На его счету больше 30 научных работ. В первую очередь я приехал, наконец, вживую увидеть знаменитый Бобруйский шлем, который найден в 2019 году, максимально его изучить. Шлем уникальный, уникальный по своей сохранности. И я думаю, изучение этого предмета поможет понять нам многие вопросы. Шлем X века, найденный в затоке правого берега Березины, стал сенсацией. В мире всего несколько аналогов. Сегодня артефакты могут похвастаться разве что в Польше и Украине. В захоронении чёрной могилы в Чернигове обнаружили подобные. Шлем состоит из четырёх железных пластин на обруче фигурные элементы. Он прекрасно сохранился. Можно даже увидеть уникальный орнамент. Есть версия, что артефакт принадлежал князю Изяславу. Бесспорно, шлем с тысячелетней историей – жемчужина музейной коллекции, но далеко не единственная. Здесь можно увидеть прекрасно сохранившийся бивень мамонта и клад монет эпохи Великого княжества Литовского, мундиры и кремниевые ружья времён Наполеона, иконы XIX века и старинную посуду. Разнообразие экспонатов завораживает. Наш музей, конечно, богат не только различными и артефактами, и другими интересными экспонатами, но и тем, как мы работаем с посетителем. То есть у нас кроме экскурсий рядовых проводятся ещё все возможные мероприятия. Если раньше это было классическое лекции, беседы, потом мы стали музейные занятия проводить, анимации, видеопрезентации научились делать, а потом уже и целые фольклорно-анимационные программы. В десяти экспозиционных залах можно взглянуть на редкие археологические находки, узнать об истории города на Березине и о подвигах героев Великой Отечественной. Плюс познакомиться с этнографией, растительным и животным миром нашего края. Трудно перечислить даже малую часть сокровищ музея. Только в основном фонде более 18 тысяч единиц. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.